Рассмотрение неоднозначного и сложного уголовного дела завершено в городецком суде. Подсудимый, пенсионер Николай Цветков, обвинялся в том, что убил свою знакомую, 79-летнюю Евдокию Фирсовну Курбасову. Он не просто обвинялся, а был признан виновным в 2018 году, отправлен в тюрьму, но областной суд направил дело на пересмотр. Подсудимый настоял на суде присяжных, и вот коллегия присяжных в городецком суде посчитала, что он невиновен. Родственники убитой с этим, конечно же, не согласны. Это наша мама, Рыбасова Евдокия Фирсовна. Была убита 28 марта 2017 года. Здесь произошло убийство, вот именно в этой комнате. То есть голова у нее была вот здесь. Многие, соответственно, смотрели в ту комнату. У нее было 12 ударов по голове, тупым предметом. Этот день она ждала его, что он приедет к 9 часам за ней и повезет ее молиться. И он знал, что дома никого не будет, что никто внезапно прийти не может. Вон он приехал. Вот он приехал, сам Цветков. С этим, как его, с адвокатом на новой машине. Скажите, вину свою признаете? Нет, конечно. Я ждал этого три года. Все же продать ему приговоры. Потому что я ни в чем не виноват. Но вот родственники обвиняют вас в этом? Ну, я не знаю, в чем меня обвинять. Я им задавал вопрос о том, что... Зачем мне это нужно было делать? А произошло это когда? Я не знаю, когда это произошло. Ну, как это у вас суд? Вы не знаете, когда это произошло? Вот родственники вас обвиняют? Ну, родственники-то говорят, как им кажется. Ну, 12 каких-то ударов по голове. Откуда они взялись? На ваш взгляд, кто это мог сделать? Вы знаете... Пусть следствие устанавливает, наверное, кто это сделал. А так, я что могу сказать вам? Судприсяжцы с присяжными проходил в этом городе первый раз в жизни. У них ни разу не возникло ни одного вопроса к потерпевшим. Ну, люди просто сидели не то, что безразличные, но они не вникли вообще в суть этого дела. Через полтора месяца все завершилось. Нам сказали, что коллеги уходят в заседательную комнату на вынесение решения. Мы ушли, нас не было 40 минут. У них было все напечатано уже, все готово, на трех листах. То есть мы пришли и нам просто огласили, что не виновен, не доказано, не виновен, не доказано. Из зала суда отпустили. Первый приговор относительно Николая Анатольевича Светкова, постановленным городским судом еще в феврале 2018 года, был отменен. Это, я так считаю, общеизвестный факт по тому основанию, что судья, которая вынесла тогда обвинительный приговор, она изначально высказывала мнение о виновности. Но о каком справедливом приговоре может идти речь, если председательствующий по делу изначально до исследования доказательства по делу имеет мнение о виновности человека. Наши слезы. У нас нет столько денег, чтобы доказать. Нет у нас. А у них есть. На них стороне правда, на нашей нет правды. У нас только горе. А теперь он будет на свободе. А как жить-то? Как жить? Как ходить по улице и смотреть на него? Я не знаю, почему потерпевший не верит, какую цель они вообще преследуют. Злости такой я вообще давно не видел. А этих людей я вообще не знаю. Коллегия присяжных не только не признала его виновным, не только была неуверена в том, что деяние он совершил, но коллегия присяжных не поверила следствию о том, что имели место деяния в том виде, в котором они были изложены, в обвинительном заключении. Хочу выразить благодарность за вашу проделанную работу. И уверяю, если бы вы были на нашей стороне, не было ни второго, ни третьего суда, и вы прекрасно знаете, что он виновен. Спасибо вам за вашу работу. Он не виновен. Виновен. И вы прекрасно знаете. Кстати, родственники убитой намерены обжаловать данный приговор, но так как речь идет о вердикте присяжных, то обжаловать его будет крайне сложно. Редактор субтитров А.Семкин